За подписью руководителя страны вышло постановление о создании Государственного музея наследия джадидов. Инициатива была озвучена президентом на расширенном заседании Республиканского совета по духовности и просветительству в конце декабря прошлого года. Музей будет создан в исторической местности в Бухаре. Джадиды. Их благородные идеи и цели пропитаны стремлением к знаниям и просвещению, открывающим путь развитию и прогрессу. Потому в последние годы по инициативе руководителя страны уделяется отдельное внимание глубокому изучению и пропаганде их важной роли и значения в отечественной и мировой истории. Самоотверженности в деле создания духовных основ национальной независимости, поучительной жизни и деятельности богатого научно-творческого наследия и увековечению их памяти. На дальнейшее усиление данной деятельности, а также реализацию инициатив, выдвинутых на проведенном 22 декабря прошлого года расширенном заседании Республиканского совета по духовности и просветительству, направлено на постановление президента о создании Государственного музея наследия джадидов. Движение джадидизма. Начало прошлого века охватило собой весь Туркестан. В частности, Узбекистан, начиная с крупных городов вплоть до маленьких сел. Джадиды выдвигали идею достижения независимости путем просвещения, преследовавшим большие цели по формированию Туркестана, как независимого государства и его развития. Их наследие разбросано повсюду, оно и в частных руках, и в музеях, и в архивах. Много находятся за рубежом. Актуальным является их сбор и изучение, на что и направлено постановление главы государства. Музей имеет важное значение в качестве научного центра. Согласно документу, Государственный музей наследия джадидов будет располагаться в комплексе Ховлю-Пойон, города Бухары. Определены основные задачи его деятельности, среди которых, в частности, выявление, сбор, хранение, изучение, восстановление, копирование, обнародование различных отечественных и зарубежных источников и исторических документов, освещенных движению джадидов, обогащение музейного фонда и создание экспозиции на их основе, а также осуществление культурно-просветительской и научно-исследовательской деятельности. Достоверное освещение и широкая пропаганда среди населения, особенно молодежи, важные роли и значения наших предков джадидов. Широкое использование современных информационных технологий, создание музейных экспозиций, налаживание и укрепление международного сотрудничества в данном направлении. Основными задачами и целями данного музея является глубокое изучение и сбор архивных материалов, книг, всей творческо-научной базы, которая создана на стыке XIX и XX века со стороны джадидов-просветителей. В музее будут широко использованы современные цифровые мультимедийные материалы, которые послужат для еще большего раскрытия истории данного периода и наших предков джадидов-просветителей. Построенный в 1860-70-х годах дом принадлежал известному интеллектуалу, просветителю и одному из известных представителей джадидизма Усмону Худжаеву, которым была открыта одна из первых новометодных школ. В хорошо сохранившейся старой части дома планируется провести необходимые реставрационные работы, а также реконструкцию новых зданий. При музее планируется создать исследовательский центр для изучения культурного наследия джадидов. Это очень большая радость, ведь сбывается то, о чем мы думали и мечтали на протяжении многих лет. Все это всколыхнуло наши сердца, воодушевляя каждого. И это будет первым таким музеем в мире. Расходы на содержание музея будут покрываться за счет средств местного бюджета Бухарской области, собственных доходов музея и иных источников, не запрещенных актами законодательства. Будут приняты соответствующие меры по утверждению устава, государственной регистрации и укомплектованию квалифицированными специалистами, а также содействию деятельности музея. Речь и об организации его обогащения музейными предметами и коллекциями, посвященными движению джадидов. Проведение глубоких фундаментальных и прикладных исследований по выявлению уникальных книг, рукописей, архивных документов и других материалов, посвященных движению джадидов, а также реставрации и оцифровки материалов. Говорят, зная могилу усопших и ценность живущих людей. Усмао Худжаев — яркая политическая фигура узбекского народа и открытие такого музея действительно очень большое дело, потому что джадиды боролись за свободу и независимость и посвятили свою жизнь этим благородным целям, став жертвами на этом пути. А создание музея является поистине важным событием. Министерством иностранных дел будет оказываться содействие музеям в налаживании сотрудничества с различными архивами, музеями, библиотеками, другими научно-просветительскими учреждениями и соответствующими специалистами зарубежных государств. Агентство культурного наследия в рамках всенародной акции «Мой вклад в национальное наследие» поручено обеспечить практику приобретения у населения посвященных движению джадидов, исторических материалов, предметов, уникальных снимков для музея. Все эти меры, несомненно, помогут еще более проникнуться в суть остального джадидами наследия, укрепляя наш каждый шаг на пути крепким знаниям, просвещению, совершенству.